Отдельные депутаты парламента Южной Осетии своими действиями подрывают основу нашего государства. Этого, по словам вице-спикера парламента Петра Гассиева, допускать нельзя. То, что сейчас происходит, это разрушение нашей государственности. Ничто иное, как разрушение нашей государственности, подборные аплодисменты наших южных соседей и тех, кто их курирует. Очередная сессия парламента назначена на четверг, 11 февраля. Главный вопрос повестки. Госбюджет республики на 21 год. Петр Гассиев выразил надежду, что депутаты все же соберутся и примут главный финансовый документ страны, чтобы не пришлось прибегать к радикальным мерам. Какого-то оптимистического выхода из этой ситуации, если депутаты не придут на заседание парламента, его как такого вообще не существует. Сейчас идет много разговоров о распуске парламента, о чем-то еще. Но в любом случае, какое бы решение не было принято, оно будет принято обязательно. Потому что, как бы кому-то не хотелось, развалить республику мы не дадим. Не дадим. И если понадобится, возьмем на себя ответственность, какую понадобится, для того, чтобы этого не произошло. Я не знаю, какие будут приняты решения. Я очень надеюсь, что эти решения, даже если они уже рассматриваются как-то или обсуждаются, что они не пригодятся. Я очень надеюсь, я верю в то, я верю в то, что, по крайней мере, часть депутатов поймет, поймет, что они сейчас, в данном случае, работают против собственного государства и придут на заседание парламента и выполнят свой гражданский долг, свои прямые обязанности, которым их наделил народ Южной Осетии. Вице-спикер сообщил, что помимо закона о бюджете, на повестке дня вопрос о поправках в основной закон Южной Осетии. Эти поправки в Конституцию предполагают забрать полномочия президента по назначению освобождения генерального прокурора и передачи этих полномочий парламенту Республики Южной Осетии. Этот закон инициировала группа депутатов во главе с Давидом Санакоевым. Этот закон был мной вынесен на сессию моментально по их требованию, но на сессию они не пришли. По мнению Гассиева, в это непростое время создавать внутренние проблемы неправильно. Вся мировая общественность, тем более под боком находится сосед, который далеко не дружественный ни к России, ни по отношению к Южной Осетии, в котором сейчас марионетичный режим, который управляется непосредственно из-за океана. И они очень радуются тем событиям, очень радуются тем событиям, которые здесь у нас в Южной Осетии происходят. Какие-то очень странные в соцсетях начали появляться посты, какая-то странная информация, антироссийская направленность, то, чего никогда не было в Южной Осетии и быть не может. И быть не может. Я абсолютно уверен, что нам опять пытаются этот антироссийский фонд навязать от кого-то извне, потому что по-другому быть не может. Потому что любой Южный Осетин понимает, или если не понимает, то очень печально, что не понимает, что своим физическим существованием, физическим существованием мы обязаны единственной Российской Федерации. И не нужно забывать, что та самая Грузия, которая нас пыталась физически уничтожить, она напрямую управляется из Вашингтона. Я думаю, что это прописные истины, которые должен знать каждый. Населению республики, по словам заместителя главы законодательного органа, пытаются навязать ложную информацию, якобы принятие бюджета не влияет на жизнедеятельность республики. Бюджет – это не какой-то закон. Вот он, кстати, лежит. Вот, видите, вот примерно его объем, да? Примерно объем. Это не просто какие-то бумажки, которые для себя президент придумал, или правительство придумало для себя, или придумал для себя парламент. Вот мы его примем, и все будет хорошо. Это неправда. Это главный финансовый документ страны. И если он не будет принять, никакое развитие абсолютно невозможно. И не нужно обманывать народ. Невозможно. И вот своими действиями эти депутаты, вольно или невольно, по злому условию, из-за личных амбиций, из-за какого-то сребления к власти, а может просто по незнанию, я еще раз говорю, они сейчас, прямо скажу, подрывают основы нашей республики. Между тем, некоторые организации уже сейчас не получили зарплаты, а местные пенсионеры, в том числе инвалиды, лишены пенсий. Документы, которые в последнее время поступают к нам, вот, от парламента республики Южная Осетия, значит, от государственного бюджетного учреждения, центральный государственный архив. Обращаемся к вам с просьбой оказаться в содействии в получении заработной платы за январь месяц текущего года. Не могут получить. Не могут. Тут люди наши, соотечественники, вот подписи есть, вот с другой стороны. Это не наши граждане. Уважаемые депутаты, они не могут получить зарплату и принести в дом что-то. Вот этот список, вот их подпись. Министерство здравоохранения. Ввиду того, что парламентом республики Южная Осетия не принят закон республики Южная Осетия, а в бюджете пенсионного фонда республики Южная Осетия, Министерство здравоохранения и социального развития выражает крайнюю обеспокоенность. Хорошо. Расшифрую. Крайняя обеспокоенность, я вам скажу, что это такое, моя дорогая. Крайняя обеспокоенность, это то, что те медики, которые работали в красной зоне и смогут получить свои выплаты, не смогут. Замечайте, что я речь о зарплате сейчас не веду, общей. Я вам покажу только те, которые гарантированно не получат свои деньги. Гарантированно не получат. Плюс 39 граждан, которые нуждаются в экстренном лечении за пределами Южной Осетии, в Российской Федерации. Мы не можем оплатить им квоты. Не можем. В этом месяце зарплат лишились и все депутаты парламента. Они получат ее только тогда, когда вернутся к работе. Между тем, по словам Гассиева, некоторые оппозиционные депутаты сильно возмущались и даже обещали подать в суд. Они отметили, что каждый день ходят на работу и должны получить зарплаты в полном объеме. У парламента действительная продукция – это законы. Принятые или не принятые. В любом случае, работа над законами. Вот если этой продукции нет, то ты можешь хоть поселиться в этом парламенте, можешь хоть каждый день встречаться в 10 раз со своими избирателями. Все равно пользы от этой для республики никакой. Депутаты все без исключения. К сожалению, все без исключения. Перестали получать заработную плату, перестали получать средства на приобретение топлива, на связь и так далее. Возмущение было отдельных депутатов. С какой совестью можно получать зарплату, если не получают какие-то другие по вашей вине? С какой совестью? Совершенно непонятно. С какой совестью вы ездите на государственном автотранспорте, на государственном топливе и разговариваете по телефону за государственный счет? С какой совестью? Когда кто-то не может занести домой какие-то копейки, в которых крайне нуждается? Фарса продолжать долго продолжаться не может. Гражданин Южной Осетии, рядовой, который где-то поработал, должен получить свою зарплату. Поверьте, ему все равно, что где сверху там происходит. Ему абсолютно все равно. Он должен принести домой свои деньги, накормить своих детей. Петр Гассиев призвал оппозиционных депутатов вернуться к работе, принять главный финансовый документ страны и другие не менее важные социально ориентированные законы. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, отца Мозгоглой, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.